Рязанский СОБР тренируется ежедневно. У них проходят как занятия по тактике, так и по физической подготовке. Сейчас можно наблюдать, как бойца отрабатывают задержание преступников в легковом автомобиле. Одну и ту же операцию могут повторять несколько раз, на то она и тренировка, чтобы здесь отточить свои навыки. И таких у бойцов много, чтобы быть готовыми ко всему. Поэтому, когда Владимиру сообщили, что он будет участвовать в соревнованиях по комплексному единоборству, он был готов. Помимо работы, занимается смешанными единоборствами, поэтому, говорит, готовиться почти не пришлось. У нас вся наша служба связана с ежедневными тренировками, в том числе и тренировки по единоборству. Ну и так я достаточно давно увлекаюсь и занимаюсь еще до службы в СОБРе. Первого боя у Владимира на соревнованиях не было. Следующий два выиграл и финальный проиграл. Говорит, это и была самая запоминающаяся схватка. Уже вроде бы от призов всего лишь один шаг. Но ты можешь либо пан, либо все забрать, либо все потерять. Поэтому вот этот бой, наверное, был самый ответственный. Соперник был достаточно хороший борец, если не ошибаюсь. Он самбист, то ли кандидат в мастера спорта, то ли мастер спорта. Соответственно, первый раунд, где был ударной техникой, я полностью забрал. Моя задача была не дать, ему хорошо отбороться. И под конец же второго раунда я все-таки пытался пройти в ноги. Прошел в ноги, а он как самбист начал бедрить. Ну, это бросок через бедро. И я всеми силами уперся, не дал ему забедрить и тем самым потянул спину и все дернул. Комплексное единоборство – молодой вид прикладной борьбы. Одна схватка проходит два раунда по три минуты. Первым – ударное единоборство в боксерских перчатках и снаряжении. Потом – минута перерыва и спортивная борьба без снаряжения. Это не первое состязание, в которых участвует Владимир, но из-за специфики работы много где поучаствовать не получается. Но и в самом отряде дают хорошую подготовку. Естественно, мы и боремся, и боксируем регулярно, два-три раза в неделю обязательно стараемся. Также плюс у нас тактика, стрельбы, функциональные тренировки обязательно, потому что ударов спецназа должно быть выносливым. Это может быть сначала пробежать 10 километров, а потом еще выполнять задачу, в любом случае там кого-то задерживать. То есть тренировки абсолютно разные. Владимир получил серебряную медаль в категории 85 килограммов. Это были соревнования по Центральному федеральному округу. Теперь нужно готовиться к чемпионату России. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».